Добрый день! И мы на этой неделе находимся в недельной главе Ваегаш. Центральное место в нашей главе отводится самоотверженной речи Иуды, после которой Йосеф открывается своим братьям. И сказано в нашей главе вначале, и подступил Ваегаш к нему, к Йосефу Иуда, и сказал, «Мой господин сейчас будет говорить раб твое слово, выше господина моего, пусть не воспылает гнев твой нарабат твоего». Это кульминация, в которой встречаются два лидера. В этой встрече каждый из двух участников проявляет себя максимально, и каждый поднимается на заслуженную высоту. И это тот момент в Торе, в котором мудрецы находят уместным провести анализ каждой из сторон участников и увидеть сильные и слабые стороны родоначальников тех родов, из которых постановлено Всевышним, произойдут два Машеяха – Машеях бен Йосеф и Машеях бен Давид, и которые по очереди исправят полностью наш мир. Проследим за этим анализом, насколько нам позволяет наш формат, этот 10-12 минут, и посмотрим, какие уроки мы можем вынести из этого анализа. Я посмотрел этот урок у рэба Шлома Вильгельма, главного рэбина Западной Украины и Житомира. Рассказывают очевидцы про одну из личных встреч ехидут последнего любавического рэба Менахи Мендалашнирусона. На такой ехидут к рэбе зашел мальчик в возрасте бармицы, то есть 13 или около лет, и задал ему вопрос, почему нужно постоянно бороться со своим злым началом. Рэбе ответил ему встречным вопросом, а что является более точным – рисунок или снимок? Фотоснимок. Конечно же снимок, ответил ребенок. Почему же люди готовы платить тысячи долларов за рисованные картины или считанные гроши за фотоснимки? Переспросил у него рэба. Не дожидаясь ответа, он ответил, он объяснил, что снимок – это точная копия, но в ней нет жизни. Над ней никто не трудился, не ошибался, не исправлял. В рисунке заложена душа художника, его старание и труд, поэтому он ценится значительно больше. Таким был ответ Любавич Склореба. Так вот, так же обстоит дело и с внутренней работой, которую делает человек. Чем привлекательнее варианты, которые предлагает ему нам, Йоцерара, наше злое начало, и, соответственно, чем сложнее нам выбрать правильный, то есть богоугодный вариант, тем значимее наша победа, тем больше наша заслуга. Более того, именно для этой цели и было создано зло в мироздании. И после греха первого человека, после того, как он не справился с собой, пытался на привлекательность образа дерева познания добра и зла, и нарушил повеление Бога, съел плод этого дерева, но мы все понимаем, что это лишь аллегорические образы, им, первым человеком, вернее его выбором, было активировано зло в нашем мире, и частичка этого вселенского зла попала во внутренний духовный мир человека в виде Йоцерара или злого начала. И теперь мы обречены на постоянную борьбу с этим злым началом, с нашим Йоцерара. И Тора намекает нам в главе Китеце, Китеце Альгамил Хама, то есть, когда выйдешь ты на войну, что это не просто борьба, а по-настоящему война. И за каждую победу в этой войне Всевышний даст нам награду, в мире наград. И чем тяжелее были сражения на этой войне, тем больше будет награда. Но за счет чего мы можем победить в этой войне, в этой борьбе со своим злым началом? И опять нам помогает сюжет с грехом первого человека. Он не выполнил волю Бога. У него было всего две заповеди. Повелительно – ешь от этого дерева, и запретительно – не ешь от этого. И своим действием он нарушил обе. А значит, чтобы одерживать победу в тех ситуациях, когда Йоцерара подсовывает нам привлекательный вариант, нужно знать ее привлекательный вариант. Нам нужно знать, а какова воля Бога. И за нас огромную работу проделали наши мудрецы. И их работу по выявлению воли Бога мы можем увидеть в Талмуде, основной части устной Торы. Ведь Талмуд – это споры мудрецов о том, какова воля Бога в той или иной ситуации. А изначально воля Бога выражена в письменной части Торы, в Хумаше, в Пятикнижии. А правильным выбором, противоположным тому, который пытается продвинуть Йоцерара, будет выполнение еврейского закона, выполнение заповедей. А значит, нужно учить Тору и письменную, и устную ее часть, и иногда подсматривать даже в тайну – кабалу. И вот, выше всего на свете, Бог ценит усилия человека, которое, когда он трудится над Торой, выполнением заповедей. Потому что, по сути, этим он обуславливает свою победу над Йоцерара. Есть и другая парадигма. Это когда человек проиграл войну со своим злым началом полностью, и находится всецело в его власти, подчинен ей, этому своему злому началу, в Йоцерара, своей природе. Для такого человека выбор не стоит вообще, его нет. Он не знает ни Торы, ни заповедей. Вернее, конечно, таких людей, которые не знают, связь осталось совсем мало. Скорее, они знают, но на уровне сказки про Колобка или Красной Шапочки какая-то мораль есть, но к практическую плоскость ничего не спускается. А значит, у такого человека нет альтернативы предложениям Йоцерара. И внутренней борьбы у него нет. Он во внутреннем комфорте, в приятном плену злого начала. Нет, трудности у него, конечно, в жизни есть. Но они же у всех есть. Такая жизнь. Он совершенно не понимает, что эти трудности посылает ему Всевышний, чтобы пробудить его и вытащить его из плена. Плено Йоцерара. Вот что, по сути, ответил Любавич Скоребе на вопрос мальчика, почему нужно постоянно бороться со своим злым началом. И вот теперь можно посмотреть на наших героев. Йоцефа и Иуду. Иуда подходит к правителю Египта, в котором все еще не узнает Йоцефа, и просит его отпустить младшего брата Бениамина. Он хочет взять на себя ответственность и сесть в темницу за него. Вместо него. И это не первый подобный случай, который нам неизвестен в Торе. Иуда везде берет на себя ответственность. Сначала он уговорил братьев продать Йоцефа. Потом произошла история с Тамар. А вдовев от двух его сыновей, она забеременела от него самого, и Иуда мужественно признался и принял на себя всю тяжесть позора и ответственности. Даже когда все братья помирились, и Йоцеф остался правителем, Иуда отправился выполнять указания отца открывать учебное заведение для еврейских детей в Египте. Да, Иуда ошибался, и в изначальной ситуации с Йоцефом так произошло, но в целом взятие на себя ответственности приводит его на этот диалог с Йоцефом в нашей главе в Айгаш. И подступил, то есть выводит его на подъем, на высшую, на пиковую точку. Йоцеф сидит на разрешении почета, правит целым государством, целой державой. Потомки Йоцефа и Бенемина – великие праведники. Олицетворение доблести и чести. Йошуа, например, который ввел евреев в Израиль, царь Шауль стал первым царем еврейского народа, Яровам правил после раскола десяти колен Израиля. Мардыхай – скоро история впереди, спас евреев в истории Пурима. Потомки Иуды идут с ним все время в истории бок обок, но постоянно переживают то взлеты, то падения. При этом Тора однозначно указывает, что вечное правление народом останется потомком Давида из колена Иуды. Окончание исправления мира будет осуществлять Машех бен Давид. Как же так? Так вот, Талмуд, сравнивая пути Йоцефа и Иуды, задает вопрос, что имеет большее значение – изучение Торы или выполнение заповедей? И приходит к выводу, что важнее первое. Почему? Потому что знания Торы приводят к выполнению заповедей. Как мы сказали выше, тяжелый труд по изучению Торы и письменной, и устной приводит к победе в борьбе со своим злым началом. Но гарантирована ли эта победа? Конечно, нет. Будут ли поражения? Скорее всего, да. А будут ли эти поражения влиять на общий вектор движения? Движения вверх? Конечно, нет. Так, какой путь хочет увековечить Бог, показывая нам на двух героев, противостоящих друг другу в нашей голове? Именно тот, который связан с тяжелым трудом, стараниями, маленькими неудачами, но большими победами. Постоянный путь вверх. И это путь Иуды. Потомки Иосефа шли по вершинам, но если, не дай Бог, им суждено было упасть, они уже не могли подняться. Так случилось с царем Шавулем, который совершил ошибку и всю жизнь промучился нервным расстройством. А потомок Иуды, король Давид, попал в историю с Бетшевой, но потом раскаялся, нашел силы встать и пойти дальше. Впоследствии он еще и написал книгу Тегелим, просто пронизывающую небеса силой слов, обращенных к Богу из разбитого сердца. Изучение Торы необходимо, но лишь в том случае, когда оно приводит к исполнению ее заповедей. Эти слова актуальны для каждого из нас сегодня. Слова Торы, урок, поучение должны приводить нас к практическим действиям. Постоянная борьба со своим злым началом – это постоянный выбор, как поступить, как заповедовал Бог или как хочется мне сейчас. И просто читать Тору, как в лучшем случае учебник психологии, это не то, что хочет от нас Бог. Полученную информацию нужно применять в практической плоскости, выполняя еврейский закон. А изучение Торы – это не только что и как, а и зачем, и почему. И, конечно, Эцерара будет еще долго одерживать какие-то победы, даже иногда серьезные. И главное помнить, что падение – это всего лишь повод подняться выше. Ошибка – это опыт для будущих начинаний. Нужно стремиться не к идеалу, а к действию. И это борьба, это работа Иуды и Давида, и именно она приведет нас к полному избавлению, да случится это в скорости в наши дни. Сил всем и выносливости в постоянной борьбе, брахава от слаха, в нашей главной войне с нашим главным врагом. И остаемся дальше в поисках смысла.